Игорь Викторович, моя океанистика. Интерес к океанистике, к изучению традиций и культур народов Южной части Тихого океана возник в меня более 30 лет назад. А еще, будучи ребенком, я с удовольствием поглощал привлеченческую литературу и понял, что те дальние края навсегда меня увлекли. Став постарше, я стал вчитываться в более серьезную литературу. А когда поступил в университет, я понял, что хочу заниматься только этим регионом. И поэтому почти все курсовые работы и мой дипломный проект был посвящен народам этого региона. К сожалению, после окончания вуза у меня на несколько лет произошел определенный вакуум. Я выпал из молочной цветы, не стал поступать в аспирантуру. Но после понимал, что все-таки страсть и увлечение к этнологии остались со мной всегда. И я в любом случае должен к этому вернуться. И вот в 2003 году я стал соискателем в Институте налогии и антропологии. Моим учителем, изначально, когда я еще был студентом, был известный российский океанист Данил Далыч-Маркин. Вот когда я стал соискателем в ИОРАН в 2003 году, он стал официально моим научным руководителем. Тема мониторитации посвящена островам Яб и Центральной Академии и в социальной структуре, в предыдущем организации, системам обмена и так далее. Но, кроме этого, мой интерес был не только народами коронезии, как и раньше, я живо интересовался народами соседних регионов, вернее, областей океании, Полинезии, Меланезии. Отчитывал литературу и понимал, что в дальнейшем мне предстоит изучать народы этих областей так же. И в своей диссертации использую активно материал сравнительный по этнографии Меланезии и Полинезии. И можно сказать, что в своей диссертации я косвенно осветил ряд ключевых проблем по этнологии не только Микронезии, но и Полинезии и Меланезии. После защиты диссертации я решил немножко спестить свои интересы к народу Меланезии, потому что регион очень обширный, и в российской технологии ему хоть и делалось внимание, но не так много, как хотелось бы. И поэтому, спустя год после защиты диссертации, я решил, что буду заниматься народами Малаиты. Малаиты – это один из более густоселенных островов Соломоновых и Пелага, по нему много литературы на английском языке. Но, к сожалению, о нашей стране по Малаите не писал никто. Но произошел случай, по которому моя тема несколько изменилась. Сейчас, по Маклаю. Переходим на Маклая. Про Маклая? Так, вопрос по Маклаю сейчас. Да, я задам вопрос про Маклая. Он следующий. С одной стороны, гуманист. С другой стороны, проекты, которые, в общем, политические. И вроде как самый главный белый в скобках папуаз. Вот как объяснить этот феномен? Пульт Маклая в советской российской науке и реальность. Начнем с того, что Миклуха Маклай был первым этнографом, который проводил полевые стационарные исследования в тропической зоне. Не говоря же о том, что это был первый этнограф, который так надолго высадился на острове Новая Гвинея. А Новая Гвинея во второй половине 19 века все еще оставалась так называемой террой инкогнито. О ней ходило много странных слухов, много сказок, небылиц. И тем более рассказывали, что папуазы это вообще сообразное переходное звено между обезьяной и человеком. Что они там шершавая кожа, что они там волосы растут пучками и так далее. И Миклуха Маклая, скажем так, был первым открывателем именно папуазов. С точки зрения термологии и этнографии. Он очень глубоко погрузился в их среду и изучал их культуру с перерывами на протяжении 37 месяцев. Сказал так, он открыл папуазов в северо-восток и Новую Гвинею для всего мира. Потому что он был первым белым человеком, который поселился в этом районе огромного острова. С другой стороны, он был ярым противником работорговли, колониях захватов. И, скажем так, он предвидел то, что ожидают эти народы в будущем. Он знал, что колонияли державы буквально разорвут от регионной части. И всячески старался помешать этому. Особо гневно увлечил арботорговцев, плантаторов, торговцев, которые, скажем так, издевались от бесовыми людьми, где они находились, на тех островах. Он также предлагал защитить эти народы. А в качестве защитника видел именно Россию. Полагал, что Россия сможет как-то ограничить наступление колониях держав в этот регион. Но, к сожалению, его планам не удалось сбыться. У России в то время были серьезные проблемы. И с Англией, и с другими странами. Поэтому и не хотели, скажем так, ослаждать отношения, если будут вмешиваться во внешнюю политику Тихом океане. Но, с другой стороны, уже в советский период в Маклай увидели не только самоотверженного ученого, исследователя, но и также активного поборника справедливости, борца за права и свободу народов, которые активно сопротивлялись колонияным захватам. Можно сказать, что в нем видели своеобразный восконтакт, символ защитника всех уничтоженных народов. И это был своеобразный образ, который в советской науке очень сильно почитался и развивался. Поэтому особое внимание ему уделилось примерно начиная с 50-х годов прошлого столетия. Игорь Викторович, а вот Маклай виртуозно пользовался ресурсами российского государства. Ведь, по сути, эти экспедиции были затратными. И деньги на них, помимо частных лиц, поступали из казны. Ну, на самом деле, Маклай нельзя сказать, что был каким-то расхитителем. Начнем с того, что все-таки зачастую деньги поступали из других источников. И в России-то исследователь, когда покинул в 50-м году страну, бывал очень редко. То есть, говоря, большую часть его научной жизни прошла за пределами России все-таки. И, с другой стороны, он никогда не отказывался от своего российского происхождения. Всегда понимал, что это часть его родины, часть его сущности, часть его самого. То есть, он никогда не говорил, что он является, скажем так, представителем полу-другого государства. Он в любом случае вернулся в Россию и был похоронен здесь. Игорь Ильич, а в нем больше натуралиста или этнографа? Вы знаете, на сей счет ходят разные меи. Все-таки он одновременно и натуралист, и этнограф. Повышайте. Он проводил очень хорошие биологические исследования, изучал губок других животных. И изначально начинал как натуралист. Ну, и как антрополог и этнограф, он в него значительный вклад. То есть, одновременно и натуралист, и этнограф, и физический антрополог. По его описанию по физической антропологии до сих пор представляет определенную ценность. Особенно, когда он описывал островитян западной микронезии и астрофо-милантеиста Миланезии. По ним, на самом деле, не так уж много было, есть сведений до сих пор. А немного об акуловских чтениях, в которых вы принимаете активное участие. Ну, скажем так, я принимал активное участие только периодами. Потом тоже был значительный пробел в этом отношении. Но акуловские чтения тем хороши, что именно за счет них поддерживается память об ученом среди широкой аудитории. Среди молодежи, школьников, среди обычных людей. Потому что, когда проходит чтение, там собираются десятки жителей этого городка, которые с малых лет, мне кажется, понимают и знают, кто такой Иклух Маклай. Что это великий ученый, великий исследователь, гуманист. И, грубо говоря, его там читают и почитают очень сильно, десятилетиями. И в этом году, когда я посещал Маклай, я увидел, что многие подростки желают узнавать не только о большей биографии и его исследованиях, но и в целом регионе тоже. И интересуют те культуры, те народы, которые изучал Маклай. И многие из них, может быть, в будущем проявят более серьезный интерес. Игорь Викторович, а что вы взяли от своего учителя, от Даниила Давыдовича Кумаркина? Скрупулезность. Скрупулезность в исследованиях. Постигать, познавать все до мельчайших деталей. Подвергать все критическому анализу. Перепроверять, двигаться дальше. Что-то ошибочное смело отметать в сторону. Основа науки, история, основа научного метода. А также стремление, стремление побывать в тех дорогих краях. Следующий вопрос понятный. После долгого периода отсутствия наших исследователей в таком экзотическом регионе, вдруг осень до прошлого года, 17-го года. Вот расскажите подробнее, что это было. На протяжении 40 лет после посещения берега Маклая советской экспедиции наши ученые ничего не знали, что там происходит. Там никто не проводил серьезные исследования наших ученых. И поэтому для меня было большим счастьем оказаться в составе экспедиции, организованной фондом имени Куха Маклая, который основал и организовал его потомок, полная тезка Николай Николаевич Миклух Маклай осенью прошлого года. Испица была комплексной, куда ходил я, научно-трудник института инфологии, также научно-трудник пускамеры Арины Лебедева. И задача экспедиции входила, как можно, вполне изучить многие особенности, сохранившиеся традиции на берегу Маклая. По особенностям в деревнях Гаренду и Бонгу, где проводил исследования Миклуха Маклая 150 лет назад, а потом в 70-е годы, в прошлом столетии, две советские экспедиции. Кстати, в прошлом советской экспедиции начальниками отряда фитографов был мой учитель Тумаркин Владимир Давыдович. И вот я пошел по его стопам. Оказался спустя 40 лет на тех же самых берегах, что и он. И моя задача входила на протяжении 7 дней, а позже вполне, изучить материальную культуру жителей деревень Гаренду и Бонгу. С этой задачей, я считаю, я справился. Вначале я испытал большие сложности, сложно прошла адаптация к местному климату. Но потом я освоился и стал очень плотно общаться с местными жителями, расспрашивать их о способностях современной материальной культуры, а также проводить наблюдения над тем, как они ее сохраняют в современных условиях. Я понял, что, несмотря на все те противоречия, которые происходят с культурами многих народов при их столкновении с современным западным миром, а бонгуанцы, это жители трех деревень, Бонгу, Гаренду и Гумбу, все еще продолжают придерживаться многих традиций своей культуры. Это очень радостно. Они полностью растворились, скажем так, в бутафорском варианте тех культур, которые распространены в тех регионах, где наблюдается широкий наплыв туристов. Берег Маклай по-прежнему остается малопосещаемым. То есть бонгуанцы, можно сказать, в настоящее время довольно редко видят белых людей. И наш приезд был для них огромным праздником. Они собрались на берегу нас встречать. Толпа была около трех тысяч человек. Жители были всех трех деревень, начиная от детей в возрасте 5-8 лет, включая глубокий стариков. И все были восхищены. Они понимали, что включили люди с далекой страны Маклая. Маклай это до сих пор помнят и чтят с малых лет и внушают о том, что память о берегах русскому следователю, которая стала в преданиях таким полумифическим персонажем, должна жить в их сердцах. И до сих пор их предания передаются, предания Маклуха Маклая передаются из поколения в поколение. И даже не только в трех деревнях, где я проводил основную часть исследований, наши ученые велики, но и немножко в другой деревне расположенной. Дальше по-прежнему. Били-Били, где ученок так же бывал, так же посещал. Там жители говорят на уже австанезийском языке. Они раньше были очень такими умелыми торговцами, мореплавателями. Но сейчас их деревья находятся не на островке, не далеко по побережью, а на самом берегу Новой Гвинеи. И вот даже там многие жители помнят легенды о Маклуха Маклая. И говорят, что да, этот великий ученый всегда останется героем наших преданий. Игорь Викторович, а какие опасности ждут там исследователи? На самом деле опасностей на самом берегу Маклая крайне мало, потому что жители настроены очень дружелюбно, особенно к людям, приехавшим из страны Маклая. Единственное, требуется, конечно, время, чтобы немножко адаптироваться к жаркому, влажному климату. У нас требуется где-то 2-3 дня. Я не наблюдал обилия ядовитых змей, которые там было еще в 70-е годы. Крокодилов уже нет, их выбили. То есть в плане местной фауны опасностей там нет никаких. Что касается заболеваний, то сейчас при использовании различных профилактических мер против малярии ее возможно избежать. Игорь Викторович, а язык, была ли языковая проблема? Знаете, да. С этим были определенные сложности, потому что в настоящее время, к сожалению, из-за определенных проблем с образованием, многие молодые люди очень плохо говорят на английском. Некоторые не говорят вообще. Они говорят на местном полугуанском языке, и на языке токписин. Токписин – это второй государственный язык. Папу Новый Гвинеи – это фенский пиджин инглиш. Мы им не владели, но с нами был переводчик. Это миссионер-католик. Он сам русский, из Иркутска, которого направила местная католическая миссия на стажировку, на миссионерскую работу в Папу Новый Гвинею. Он там работал год, успел очень хорошо выучить язык токписин. И вот зачастую он оказывал нам очень неоценимую помощь. А как строилась полевая работа? Это был вопрос, это было общение. Как вы входили в эту среду? Потому что в свое время Ваклай хотел стать просто своим среди них. Нам было проще. Мы почти сразу стали своими. Поэтому большой плюс. Я входил в любой дом, меня там встречали как самого почетного гостя. Плюс меня везде сопровождали люди. То есть я один никуда не мог отучиться. Даже на пять метров в сторону деревни. Я и наблюдал, и расспрашивал. Любой человек, то читай, я вот подростка, заканчивая стариком, охотно шел мне на встречу и рассказывал все, что он знал. В тех случаях, когда возникали некоторые языковые проблемы, мне приходилось прибегать вот к помощи этого миссионер-переводчика. В других случаях, когда его не было, там несколько жестов, но значительную часть информации я собрал именно общаясь с местными жителями. Не было ни одного человека, на моем счастье, кто бы отказал мне в беседе на тему их традиций и обычаев. Какой рассказ запомнился больше всего? У меня был очень ценный информант. Это был местный охотник на диких свиней. Его звали Ела, и мы с ним ходили одни раз ранним утром на охоту. Он взял копье, второй копье дал мне, взял с собой трех собак, охотничьих, натасканных на диких свиней. Но, к счастью, для диких свиней мы их не нашли. Потом мы с ним очень долго общались в хижине, где мы проживали. И он очень много интересного поведал мне про инициации, которая до сих пор проводится над юношами подросткового возраста. О том, что традиция сохраняется, о том, что до сих пор, несмотря на влияние христианства, эти обычаи чтутся. И по-прежнему в Доме инициации место юноша проводит петец, чтобы пойти в обряды, после которых они становятся взрослыми, полноценными мужчинами и переходят жить в мужские дома. Их называют Боджоу или на Туркписине мой хаус для дома для подростков. И вот, увидев это, то, что сохраняются такие традиции, понимая, что христианские мессионеры не смогли полностью подавить духовные традиции монгландцев. Более того, несколько молодых людей уверяли мне, что они не являются христианами, они являются язычниками, они возвращаются цельноправленно, добровольно к вере своих предков, отвергая полностью христианское вероучение. Игорь Викторович, а какую роль играло плотное информационное сопровождение экспедиции? Ведь осуществлялась и фото, и видеосъемка. Да, разумеется. Фотограф экспедиции собрал обильный фотоматериал, огромный просто. Велась и видеосъемка, тоже очень качественная. И вот в ближайшее время, друзья, уже как витражный фильм вышел на эту тему. И в дальнейшем, я думаю, мы продолжим и все в этом управлении, и будут еще более интересные видеосъемки. С нами был очень хороший фотограф, он забрал огромный фотоматериал экспедиции. Вот уже вышло несколько книг, где это размещено. Была видеосъемка, и, в принципе, уже готов к короткометражу документальный фильм, очень интересный, где запечатлены очень своеобразные кадры, касающиеся их обычной, повседневной жизни, и также двух праздников, которые они в честь нас устроили. Это в день, когда мы приехали, и в день, когда был установлен телемост Москва-Берег Маклая. А что это был за телемост? Это было 20 сентября 2017 года. Телемост напрямую связывал. Были очень сложности с такого технического характера, но они были устранены. И он связал напрямую Москву и как раз берег Маклая, где собрались, опять-таки, около трех тысяч папуасов. Прибыл бывший президент, который занимал до 3 годы поста благоуставства Папу-Новой Гвинеи, Майкл Сумары. Это было очень торжественное собрание. Было много что рассказано. И строились вообще такие очень интересные планы на дальнейшее сотрудничество между Россией и Папу-Новой Гвинеей. Потом бы снова Папуас устроили нас песни, танцы. Было очень интересно сообразно такой местный фестиваль. А с вашей точки зрения, что вообще нужно делать, чтобы эти исследования продолжались? Я думаю, сейчас этим очень активно занимается Николай Николаевич Миклух Маклай. Это, как я уже говорил, потомок Миклух Маклая, нашего ученого, и основатель, и организатор фонда Миклух Маклая, который также реализовал ту экспедицию. И, в принципе, у него сейчас очень много планов для дальнейшего сотрудничества на очень широком уровне между Россией и Папуу-Новой Гвинеей. Я думаю, в ближайшее время все это станет известно. Игорь Николаевич, а что вам лично на луке и бывание? Мы же даже просто в отрыве сейчас от науки, да? Скажите, что лично может быть стало таким существенным, важным для вас? Я понял, что геотограф, наверное, самое важное хотя бы раз погрузиться в ту следу, которую непосредственно изучаешь. То есть стать повеликом. Я понял, что когда общаешься с теми людьми, которых раньше сдал только по книгам и листочкам, понимаешь, что информацию, которую они тебе дают, они тебе дают, она воспринимается совершенно иначе. Она имеет совершенно другой уровень ценности. Совершенно инозначность имеет собрадокосновую нагрузку. Я понял, что тот опыт, который я получил, он позволяет совершенно по-новому взглянуть на этих людей, на эту культуру, на их традиции. И также понять, что они являются своеобразным эталоном для подражания, потому что очень многому мы можем поучиться в них. Они сохранят себе то, что современные цивилизованные люди уже давно утратили. Что именно? Это быть самим собой. Быть искренними, искренними, доверительными. И в то же время уважать свою культуру, свои традиции и уважать тех, кто уважает тебя. Быть на равных со всеми, кем бы ты ни был. Уважительно, достойно и всегда доброжелательно. Общаться от чистого сердца. Спасибо. Игорь Викторович, каким источником может обратиться человек, который интересуется этим регионом, океанией? Ну, я думаю, наверное, стоит сперва начать с описаний этого региона путешественников, которые там оказываются начинающиеся с 16 века, потому что они были теми людьми, которые столкнулись с этими культурами, тогда еще находившись в полной изоляции и сохранившими полностью аутентичный облик. Начиная с 19 века, там работало много миссионеров, некоторые из которых сохранили очень ценные записи о местной культуре, обычных традициях, религиозах, верованиях. Также для торговцев, или моряков, которые оставали жизни ястрелитян на протяжении десятилетий, также оставили очень много ценного материала. Ну, и назвать начиная также с конца диетарства в начало 20 веков тех исследователей и ученых, которые работали среди народов наиболее полно сохраняющих свои культурные традиции. Потому что те этнографы, которые сталкивались с народами малозадоватой цивилизациями, они как раз фиксировали то, чего зачастую усказал внимание миссионеров, моряков или путешественников. Именно этот материал, я считаю, является самым ценным. Особенно это касается регионов Микронезии и Меланезии, которые в начале 20 века зачастую еще сохраняли очень много своих прежних традиций. Эти работы в основном, конечно, на английском, французском, немецком языках, частично на голландском языке, если речь касается западной части Новой Гвинеи, которая сейчас является частью Индонезии. К сожалению, на русском языке эстончиков очень мало, но это в основном, если не брать расчет Миклуха Маклая, русские кругосветные путешественники 19-го столетия. Кузыштерн, Кацебу, Головнин, Гитки, которые оставили очень ценные заметки о народах Микронезии, Меланезии и Полинезии. Игорь Викторович, тот миссионер-переводчик, который вас сопровождал, немножко подробнее об этом человеке. Я точно знаю, что он родом из Иркутска, он католик, в Папу-Новой Гвинеи он на тот момент находился целый год, и, скажем так, он делался таким своеобразным стажером, я бы сказал, что он еще не был рукоположен в духовный сан. Но миссионерской работой он занимался очень активно. На своем месте сейчас, я так понимаю, он по некоторым сведениям уже там не находится, но в ближайшее время может он вернуться. Для этнографии, для антропологии значение таких путешествий, визитов очевидно совершенно. И с вашей точки зрения что можно сделать для того, чтобы подобных инициатив не обязательно в отношении океана было больше? Я думаю, что в принципе то, что было сделано фондом Маклая, нельзя даже переценить, потому что тут был обозначен интерес не только для этнографической науки, антропологической науки, но и для экономики и политики наших стран, потому что сейчас может быть налажен уровень даже на таком общем государственном уровне в плане обмена учеными и образовательными программами. И это может даже иметь какие-то последствия для экономического сотрудничества между нашими странами, которое фактически прекратилось после распада Советского Союза. Я думаю, подобные проекты, которые затрагивают такие важные интересы, очень важны как для нашей страны, так и для тех стран, которые будут ими затронуты. Игорь Михайлович, мы были с коллегой-этнографом в одном поле. В одной хижине проживали. Важные впечатления. Вы знаете, мы очень хорошо сработались на месте. Она, он как специалист, очень грамотная. Арина. Арина Лебедева, да. очень прекрасно разбирается во многих вопросах, связанных с этнологией самой теории вопроса. И она тоже забрала очень много ценного материала. То есть, я думаю, что если бы я работал там один, я бы испытал значительные сложности, и мне бы не удалось собрать столько материала, сколько бы собрали вместе с ней. Ну да, вы сказали о том, что и приходить было легче, был и переводчик, как была толпа народа с обеих сторон. и тем более ей было просто легче работать среди женских коллективов, потому что только женщины могут поведать такие секреты, которые не поведают мужчине, тем более в таких обществах. Поэтому пять вопросов именно касающихся в самой жизни женщин в современных деревнях Гаренду Бонгу именно была получена Арина Лебедевой. Она очень много работала с женщинами. Маклаву было труднее. Он поначалу некоторое время провел, занимаясь исключительно натуралистикой, то есть не совсем вот общением. Очень трудно пришлось налаживать контакт. Кому было легче? Гораздо, потому что, во-первых, Маклавь вначале столкнулся с такой недоверчивостью местных жителей. Им потребовалось время, чтобы растопить этот лед между ним и папуасами. У нас такого не было, потому что нас сразу приняли с отрасертыми объятиями. Мы стали сразу своими, и нас почти формально инкорпорировали в местную среду. Мы были с желаемыми гостями в любой хижине. Нам никто не отказывал ни в чем. У Маклави такого не было. Им потребовалось месяца, чтобы папуасы посчитали его своим. И тем более, все-таки у Маклави еще был языковой барьер. Потому что он тоже в отрывов длительное время, чтобы понять местный бангуанский язык. У нас такого не было, потому что у нас был переводчик с языка Трук-Песина. Тем более, многие папуасы средне-старшие еще довольно хорошо знают английский язык. После этой поездки регион стал много ближе, да? Гораздо ближе. Даже на таком личном душевном уровне. Мога бы стал своим, потому что я понял, что подобного приема, подобного отношения к себе я не испытывал нигде в своей жизни. Сразу понимаешь, что ты являешься своим, потому что тебе верят, тебе доверяют. И понимаешь, что ты с той стороны, откуда прибыл, героев легенд и преданий. Я желаю больших успехов. Спасибо большое. Спасибо.